Привет! Это Алена Изюмская. Ну где же вы? Да еду, Алена, еду. Тут жуткая пробка. Нет, сегодня не могу. Иду к Изюмской на XXS. На XXS, говорю. Как не знаю. Да ты что? Это же такие маленькие суперские угощения. Короче, всё маленькое, но полное ощущение настоящего ужина. Очень классная атмосфера, отличная еда. Ну где ты? Давай скорее. Ален, я уже мчусь. Сегодня у меня, как всегда, тот самый особенный вечер, когда всё посвящено луку. Только луку. Сегодня я буду разрушать стереотипы, потому что плакать не буду и никто не будет. Всё потому, что всё сегодня будет очень вкусно. И если и будут слёзы, то только от того, что всё превосходно сделано. А превосходно сделано будет следующее. Сегодня у меня будут необычные тосты с пареем и креветками. Конечно же, у меня будет канапе с сельдью и красным луком. Это традиционный наш, родимый российский рецепт. Как же без него? У меня же луковая вечеринка. И что же будет дальше? А дальше, наверное, отойдём немножко от российских традиций и сделаем луковое варенье. То есть обратимся к Франции. Сегодня на столе у меня практически только лук. С небольшими включениями других ингредиентов. И я уже готова начать готовить первое блюдо. Сегодня луковая вечеринка, помните, да? И сегодня первый рецепт, который я буду готовить, будет связан с самым любимым луком – луком порей. За что я его так люблю? За то, что он очень мягкий во вкусе. Часть лука порея я порежу сейчас кубиком. Это для соуса, который я буду готовить. Соус очень традиционный. Мне нужно сливочное масло. Немного. Главное, не на растительном, потому что, как вы знаете, секрет французской кухни в масле. В сливочном масле. Аж три раза. Так, смотрите. Здесь уже нагрев пошёл, поэтому смело обжариваю лук порей, нарезанный кубиком. Следующим номером в этом рецепте будет белое вино. Его мы добавляем для того, чтобы добавить аромата луку и соусу, конечно же. Вот в таком приблизительно контексте. Лук начинает поджариваться. Поскольку нагрев большой, отставлю. И сейчас буду добавлять сюда сливки и упаривать их. Основная задача, когда в соус идёт белое вино, выпарить его до конца. Потому что, если дальше идут сливки, если у вас останется буквально чуть-чуть вина, сливки могут отскочить. Использую жирные. Около 20%. 30% слишком много. Это уже для кондитерских каких-то блюд. Сливки закипели. Сейчас они начинают уже загустевать. Я должна посолить и немного поперчить. Перчу, конечно же. Надо, чтобы было очень мелко. И перемешиваю. Перчика добавила, и уже такой хороший аромат. Так, смотрите. Вот за секунду приготовили соус. На самом деле, любимый мой соус. Именно из-за этого секунда. Теперь основной продукт этого рецепта креветки, которые уже готовы. Это пресервы. То, что у нас в рассоле продаётся. Я, конечно же, его слила. И теперь добавляю только креветки. Поскольку они готовы, в принципе, это нужно просто прогреть. Сейчас специально использую сковороду для припускания. Припускать буду парей. Вот такими толстыми достаточно сегментами я нарезаю парей. Сегодня у меня 4 человека. Сделаю по 2. Вода сейчас закипает. Мне необходимо посолить. Не жалейте соли. Нужно, чтобы парей пропитался. Был достаточно солёный. Вот сейчас вода закипела. Теперь парей. Опускаю его в воду. Сразу подготовлю тарелку, в которую его переложу, когда он уже будет припущен. Уже начал немного разваливаться. Вот это как раз первое, на что нужно обращать внимание. Вам не нужно сварить его. Он должен быть чуть-чуть подварен, то есть бланширован. По сути, можно было и кипяточком его обдать. Но я хотела именно подварить. Потому что, когда подвариваете, получается более нежная текстура. Ничего страшного, если немного потерял форму. Я специально использовала только белую часть. она плотнее. Сейчас лишняя вода окажется в салфетке. Выкладываю сразу парей. Дальше креветки сейчас буду выкладывать на парей. Креветки сейчас как раз прогрелись в соусе. Вот так по две креветки буду использовать. Очень нарядное получается блюдо, но здесь, конечно же, чего-то не хватает. Никуда не могу деться от своей любви к зелени. Явно у меня будет добавка сегодня. Где-то по три. А дальше все это нужно украсить. Для этого я использую укроп. Мелкие сегменты укропа покидаю на тарелку и сверху. Не могу остановиться. Остановите меня кто-нибудь, но я очень хочу сюда немного перца добавить. вот таким вот образом. Вилки у меня всегда наготове. Сделаем вот так. Я потратила меньше пяти минут на такую интересную закуску. Первое блюдо уже на столе. Мне кажется, второй рецепт меня уже заждался. Он, конечно же, будет с луком. Чапалина, берегись. Для соуса я нарезала белую часть лука порея и обжарила его на сливочном масле. Добавила белое вино для аромата, а также сливки, которые затем выпарила. Посолила, поперчила, все перемешала. Соус готов. Затем в соусе я прогрела готовые креветки. В другой сковороде припустила порей, нарезанный толстыми кружочками. На кружочки порея выложила соус с креветками и украсила все веточками укропа и молотым перцем. Расчудесно! Сейчас я мучаю лимон. Вот таким образом. Для чего? Для того, чтобы сделать из него сок. Кстати, во всем этом пылу, выдавливании сока, я забыла вам сказать следующее, что сейчас я готовлю канапе с сельдью и красным луком. Вот для этого как раз мне нужен лимонный сок. Половинки лимона будет в самый раз. Сок лимона уже готов. Вот он стоит рядом. Далеко его не убирайте. Я тоже не буду. Мне нужно нарезать лук красными кольцами. Мы с вами, как грамотные хозяйки, знаем несколько рецептов для того, чтобы не плакать. Например, можно смочить водой лезвие ножа. Я предпочитаю пользоваться другим секретом. Это просто очень острый нож, как у меня сейчас. В принципе, можно и соломкой нарезать, но кольцами как-то нарядней. Так, смотрите. Вот он лук. Я его выкладываю в миску, разделяю между собой, поставлю здесь, будет виднее, что тут я делаю. Ничего секретного. Теперь лимонный сок. Лейте, не жалейте. Здесь задача в том, чтобы он был хорошо промаринован. Есть у меня соль и есть сахар. Поскольку лимонный сок достаточно яркий, его нужно немножко загасить. Именно сахаром и солью. Ну, вот приблизительно так. Дальше. Сейчас я все это перемешаю, ну, по мере возможностей. Теперь налью масло. Наверное, возьму растительное с ароматом, нерафинированное. К селедке, мне кажется, будет очень хорошо. Теперь. Когда-то были в моей жизни курсы бармена. Сегодня буду их вспоминать. Давно это было, но все-таки. Оп. И приблизительно вот так. Если есть боксик с крышкой, будет удобней. Но у меня сегодня подручные средства. Над доской, потому что сок этот, видите, вытекает. Ну вот, в принципе, все получилось так, как надо. Теперь хлеб. Вот такой хлеб буду использовать. Хлеб зерновой. Очень люблю хлеб с зернышками. Во-первых, он поплотнее немного. Во-вторых, его можно использовать не подсушивая. Он и так достаточно плотный сам по себе. Тарелка для подачи идет сразу. Вот такая вот красивая, сыграла на контрасте цветов. Выложу пока приблизительно вот так. Теперь надо приготовить соус. Возьму самый простой соус, который всегда найдется в вашем холодильнике. это майонез и горчица. Смотрите, вот у меня есть майонез. У меня всего здесь 8 кусочков, поэтому без фанатизма. И горчица. и горчицы. Ну вот так, немного. Все перемешаю вот таким образом. Теперь ну вот приблизительно вот так намазываю тосты очень быстрым и простым соусом. на моей доске сельдь. Это самая простая соленая сельдь. Нарезаю ее вот такими небольшими ломтиками. Теперь выкладываю, слегка раздвигая ее вот таким образом. Теперь звезда вечера. Красный лук маринованный. Он замариновался, стал помягче. Его можно сформовать рукой совершенно просто и выложить на тост. Надо причем сделать так, чтобы сельдь была видна. Вот аромат уже чудесный и превосходный. Таким вот образом. Здесь уже лук дал сок свой. И его обязательно нужно не потерять и донести до тоста. Блюдо почти готово. Ну конечно, для контрастности на этой рыжей тарелке не хватает укропа. Подача может быть любой. Это может быть и закуска на тарелке. И может быть вы любите использовать тарталетки. Можно и в тарталетке все это сделать. Но сегодня у меня вот так, сегодня такое настроение. Лук сегодня в моих рецептах должен быть номер один. И он должен быть виден сразу издалека. И наверное на этом уже мне нужно остановиться. Потому что пришло время начать готовить третье блюдо. и конечно я с удовольствием это сделаю. Из половины лимона я выжила сок. Красный лук нарезала кольцами и замариновала его в лимонном соке. Добавила соль, сахар, растительное масло и перемешала. Хлеб нарезала и намазала соусом из майонеза и горчицы. Сельдь нарезала ломтиками и выложила ее на хлеб. А сверху маринованный красный лук. В качестве украшения сейчас третий рецепт практически уже ну не готов. Ладно, ладно. Пытаюсь ускорить время. Ускорить процесс. Третий рецепт вот он. Здесь у меня лук репчатый. Самый простой, самый обычный, любимый. Практически во всех рецептах встречающийся. Его я режу вдоль, чтобы получилась вот такая вот соломка. Сейчас я готовлю луковое варенье. Репчатый готов. Сразу его в сотейник. Буквально мгновенно. Ничего не ждем. Сразу соль и перец. Здесь пока масла нет. Вообще здесь сначала масла нужно очень мало. Вот буквально капельку. Потому что затем я добавлю сливочное масло и уже будет колер нужный именно традиционный для варенья. Здесь пошел процесс. от того, что я положила лук в чуть теплый сотейник и сразу его поперчила, посолила, он даст больше сладости. он отдаст свой сахар, свой, который есть в луке. Это шалот. Очень традиционный во Франции лук. Он мягкого вкуса. Немного пополам нарежу, потому что все-таки шалот очень длинный. Так, сюда же. Теперь надо не забыть о чесноке. Просто давлю его ножом и кидаю в сотейник. Теперь добавлю немного сахара. Немного сахара сейчас. теперь тимьян. Поскольку здесь у меня есть мелкие стебельки, я все-таки их измельчу. Вот таким образом мелко. Там уже все красиво шипит. И как раз время для тимьяна. Сейчас все это перемешаем. вот он уже начал карамелизоваться. Сливочное масло теперь. Еще раз перемешиваю. Теперь красное вино буквально полстакана. Все перемешать, выпарить. И на самом деле варенье из лука будет готово. накрою крышкой и дам всему этому 15 минут. А пока подготовлю сыр. Сейчас я уже начала подготавливать сыр для того, чтобы это блюдо можно было подать. Идея такая. Подать этот сыр не в виде сырной тарелки, как принято во Франции. А я хочу сделать именно такую закуску, где будет сыр с голубой плесенью и варенье из лука. Или конфитюр иначе. Корочки в этом сыре смущаться не стоит. Она тоже вкусная. Возьму ложку и буду укладывать сыр в шоты. Здесь, конечно же, лучше использовать именно прозрачную посуду, чтобы был виден каждый ингредиент. Теперь есть у меня перья луковые. Хочу их нарезать острым ножом вот такими очень тонкими, практически фигурными лентами. Вот это я буду использовать на украшение сверху на луковый конфитюр. И в принципе я уже готова к тому, чтобы блюдо оформить. Что здесь происходит с луком? А точнее практически уже с вареньем. Вот смотрите, вино выпарилось отчасти. Часть вина впиталась в лук, дав ему вот такой замечательный цвет, практически коричневый, как шоколадка. Все, больше уже греть и нагревать это не нужно. Сейчас все это я выложу уже в шоты. Для этого я использовать буду миску и устрою всю эту красоту. Возьму две ложки и сейчас сделаю кнель из лукового конфитюра. Он чудесно формуется, поэтому вопросов и трудностей с этим не возникнет. В принципе, такой луковый конфитюр можно подавать и с твердыми сырами. Если вы любители сырных закусок, сырных тарелок, то возьмите этот рецепт на вооружение. Сегодня у меня луковая вечеринка. Я немножко поиграла с подачей вот такого традиционного сочетания. Теперь все это нужно украсить луком зеленым. Не очень много. Все-таки вкус у него достаточно яркий и перебивать не нужно. Я буквально чуть-чуть кладу сюда резаного лука перьями, чтобы заиграла цветом. Здесь сыр с голубой плесенью, здесь луковое варенье. Все, все компоненты уже здесь в шоте. Третий рецепт готов. Мне остается только выложить красиво все на стол, все, что я уже приготовила и позвать гостей. Репчатый лук я нарезала соломкой и отправила в сотейник. Посолила, поперчила, влила немного оливкового масла, перемешала. Нарезала лук в шалот смельченный тимьян. Когда лук начал карамелизоваться, добавила сливочное масло и перемешала. Напоследок влила полстакана красного вина, затем выпарила его, накрыла крышкой и оставила на 15 минут. Сыр с голубой плесенью наломала маленькими кусочками и выложила в прозрачные шоты, а сверху выложила кнельки из лукового конфитюра. Не хватает зеленого пятна? Конечно, это колечки зеленого лука. Не удержалась? Итак, луковая вечеринка вот она на столе. Сегодня я подошла с другого ракурса к своему традиционному подбору напитков. Я решила подать крепленое красное вино. Честно скажу, в нем есть остаточный сахар. Обычно я стараюсь больше подбирать сухих вин, но сегодня мне очень захотелось посмотреть, как же будет в сочетании крепленое вино португальское с маринованным луком, с вареньем из лука и с припущенным луком. То есть сегодня у нас по сути лаборатория вкуса. Надеюсь, Чаполина будет доволен так же, как и мои гости. А они все не идут. Мне кажется, нужно их позвать как следует. Дорогие мои гости, у меня все на столе, я готова, все готово, я вас жду, где вы? Субтитры подогнал «Симон»!